Хотела показать панораму нашего города, именно наш удивительный лошад, что у нас все на сопках. И вот фуникулер как историческая такая наша достопримечательность, я считаю, одна из главных. Его изображают художники, о нем пишут поэты. Фуникулер – гордость и культурный объект Владивостока. Но сегодня горный трамвайчик застыл на склоне. Джин Чун Суп специально включил фуникулер в свой туристический маршрут, но прокатиться на нем не удалось. Я привез из Кореи с собой 13 ребят из старших классов. Хотел провести их по достопримечательностям Владивостока. А фуникулер оказался закрыт. Никто мне об этом не говорил. Очень жаль. Надеюсь, в следующем году удастся посетить эту точку. Горный трамвайчик закрыли летом, как всегда, на плановый ремонт. Но что именно ремонтировали, непонятно. Стены остались облезлыми, мотор электровоза неисправным и вышел из строя в один из первых же пробных рейсов. Фуникулер не работает 4 месяца. Хотя открыть его обещали в конце сентября, уже ноябрь. И никакой информации о том, когда он заработает, на дверях не оставили. А съемочную группу пускать внутрь наотрез отказались. Что прячут за этими дверями городские власти? Вопрос без ответа. По словам чиновников, двигатель отправили на ремонт в Артем. Агрегат редкий и старый, требует особого подхода. Детали ищут по всей стране и даже за границей. Часть работ завершена. Планируется, что оставшиеся детали будут привезены к концу ноября. После чего двигатель будет собран, помещен обратно на место. И тогда будет произведен пробный пуск фуникулера. Это значит, ремонт затягивается на неопределенный срок. Есть даже опасения, что фуникулер не заработает больше никогда. Как это произошло и с частью трамваев во Владивостоке. Дарья Орлова, Александр Каноненко, Панорама.